И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира Space Engine. Мы с вами на краю нашей вселенной. В прошлой серии мы отправились на границу. И посмотрите, сколько здесь галактик. Да, это край вселенной. Сейчас я покажу, конечно же. Вот он. Вот он край. Видишь? Это большой пузырь. Кластер не знаю, как назвать. В общем, вот он, край нашей вселенной. Наша галактика где-то в середине всей этой пучины. Конечно, если так рассмотреть, то... Давайте сейчас переключимся в свободный режим. То можно судить так, что галактика... Простите, вселенная как будто какая-то квадратная. Ровные края. Хотя, 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 подожди. Возможно, она и даже круглая. Такой шар. Так. Карта вселенной. Мне нужна карта вселенной. Сейчас, подождите. Вот он, большой пузырь. Вот она, вселенная. Так. Мы где-то, наверное, здесь. Примерно в этом районе находимся. А почему я не могу... Стой. Почему я не могу посмотреть именно на этот шар? Так. Непонятно. Если нам посмотреть куда-нибудь в центр, скорее всего, да? Приблизительно так. Тогда мы, скорее всего, увидим центр. Так. Карта вселенной. Ну, примерно, да. Вот. Все, что ты видишь, это вся большая необъятная вселенная. В центре которой много различных галактик. В том числе и наш Млечный Путь. Где-то очень далеко от нас. Ну, да ладно. Так. Что мы сегодня будем делать? Вот. Сегодня, конечно же, мы отправимся опять на какую-нибудь неизвестную галактику на краю вселенной. Давайте пролетим, посмотрим. Вообще, все это изобилие. Посмотри. Ох. Невероятное число галактик. Пучина. Прямо, знаете, я как будто сейчас нахожусь на каком-нибудь пляже морском. И вижу множество-множество песочных песчинок. Так. Неимоверное число. Так. Пора приземляться на какую-нибудь галактику. Давайте, допустим, на эту. Так. Не эллиптическая какая-нибудь галактика. Да. Ну, практически на краю. Да. Именно. Эллиптическая галактика. Неинтересно. Давайте перелетим, допустим, к этой галактике. Ого. Ого. Что-то похожее опять больше на какую-то туманность. Либо это молодая галактика. Возраст. Почему нельзя посмотреть возраст? Ну да ладно. Давайте устремляться прямо в ее центр. Здесь много, я смотрю, голубых, наверное, сверхгигантов, гигантов каких-то. Голубая звезда. Одни голубые звезды. Рядом ни с одной звездой нету каких-то планет. Такс. Меня это тогда не интересует. Отправимся на поиски другой какой-нибудь галактики, где есть планеты. А вон я вижу край. Интересно, довольно такой край вселенной. Так. Ну что ж, давай устремляться прямо в центр. Что по звездам? Желтый сверхгигант. Вот это уже, конечно, более интересно, чем какие-то голубые звезды. Число планет 10. Желтый сверхгигант. Подожди, я хочу окунуться прямо в пучину. Углеродная звезда. Так. Интересный объект. Ух. Ух. Это довольно-таки было ярко. Браузер системы. Что по планетам? Так. Умеренная суперокеаническая аквария. Супераквария есть. Интересно. Планета с водой. Состав атмосферы. Углекислый газ. Вода. Газы. Все понятно. Так. А возраст этой планеты? Возраст. Получается. Два миллиона лет. Хм. Молодая планета. Нету суши, чтобы опуститься на ее поверхность. По-моему, нету. Я вижу облака. Стой. Ну, вроде бы как есть какая-то поверхность. Это равнины или горы, или это такие просто облака из газов. Что это такое? Немного мне непонятно. Но будем опускаться. Самое главное не провалиться. Сквозь текстуры. Это, наверное, такие толстые облака. Я так понимаю. Или, скорее всего, толстый слой газа. Может быть, это шторм? Что? Не понимаю. Да, это очень густые облака. На этой планете. Так, ладно, хорошо. Я буду улетать отсюда. Что у нас еще по планетам возле углеродной звезды? Вот эта планета. Меня интересует горячая пустынная Субтерра. Очень раскаленная планета. Так, 705 градусов на поверхности. Интересно. Смотри, какая яркая поверхность на ночной стороне. Ого. Это материки раскаленные? Воды здесь нету. Воды нету. Значит, это просто... Нет, это, скорее всего, да. Раскаленная поверхность. И смотри, как поверхность отражается в облаках. Так. Я хочу опуститься. Ух. Жарковато, однако, я тебе скажу. Это все, конечно, интересно, но мне хочется какой-нибудь открыть для себя сегодня красивый вид. Что-нибудь на фоне, не знаю, на фоне газового гиганта какого-нибудь. Что у нас еще по... Так. В этом браузере системы что у нас есть еще интересного? Смотри, умеренная суперокеаническая аквария, две планеты рядом друг с другом, и у одной планеты имеются кольца. Умеренная суперокеаническая аквария, в основном состав газы, видимо, большой парниковый эффект, да, 120 градусов. Это Венера, Венера с кольцами. А где ее спутник, подожди? Где ее планета-спутник-сосед? Так. Эм, сейчас, подождите. Планета РС-8Б. Холодная пустынная субаквария. Ну, я не хотел на нее перелетать, но ладно. Хотя с этой поверхности этой планеты можно, наверное, насладиться лучшими видами ее спутника. По крайней мере, здесь парниковый эффект не такой, как на той планете. Здесь вообще минус 153 градуса на поверхности. Ух ты, вот это вот интересно. Так, мне можно скрыть вот эту панель? Она мне очень мешает. Знаете, что я хочу? Я хочу куда-нибудь на горизонт этой планеты. Опуститься так, чтобы можно было видеть и звезду, допустим. И вот этот спутник. Это, скорее всего, где-то на ночной стороне нужно делать. Здесь будет всего лишь видно закат. Хотя можно, знаете, что сделать? Можно, в принципе, опуститься. И теперь ускорить, наверное, время. Я хочу посмотреть, как на горизонте будет выглядеть эта планета. Конечно, если они повернуты друг к другу одной стороной, эти две планеты, на горизонте мы их... Я ее не смогу рассмотреть. Все понятно. Такс, окей. Я понял, хорошо. Улетаем отсюда. Что у нас еще по браузеру? Теплый суб Юпитер. Две раскаленные планеты. Давайте отправимся на самую, наверное, раскаленную планету. Этой звездной системы. Так. На каком расстоянии примерно находится эта планета от своей звезды? О-о-о-о! Да мы прямо-таки в пучине всего этого. Всего этого происходящего. Посмотри. Сколько температура? 1672 градуса. Невероятно. Здесь можно зажариться, я тебе скажу больше. Я себя сейчас представляю таким микроскопическим просто на поверхности этой планеты. Смотря вот на все это огромное... Такс, углеродная звезда. Подождем. Диаметр. 411 солнечных. Невероятно. Почти 4 астрономические единицы. Неплохо. Так. Хорошо. Подожди. Вот это... Это что у нас? А, это Луна. Спутник. Сколько спутников? Так. 7 спутников. А я думал, это вторая планета. Вторая планета у нас. Раскаленный суб Нептун. Где-то на той стороне. Хорошо. Хорошо, я понял. Ну давайте переместимся к нему. Почему бы нет? Раскаленная газовая планета. Интересно. Вообще, она должна зажечься. 1199 градусов. Почти 2000... А, нет. 1200 градусов, грубо говоря. Состав атмосферы. H2O, CO2. Непонятно. Ну, был бы здесь, наверное, водород. Она бы зажглась, я думаю. Ничего нету. Ладно, хорошо. Так. Давайте поищем какую-нибудь другую, наверное, звездную систему. О, у нас что-то было еще здесь, по-моему, по желтым гигантам. Стой, ну-ка, стой, стой, стой. Вот это что у нас? А, оранжевый сверхгигант у нас был. Простите. Так, оранжевый сверхгигант. Двойная. Двойная звездная система. Подожди. Ну-ка. А, из чего она состоит? Подожди. Если это двойная звездная система. Так. Не понял. Черная дыра? Ну-ка. Стой. Немножко замедлимся. Здесь черная дыра рядом с оранжевым гигантом. Интересно. И рядом с черной дырой три планеты. Вау. Раскаленная пустынная Терра. Диаметр всего лишь 85 километров. Масса 14 тысяч. 14 масс Солнца? Или 14 тысяч? Интересно, как она отсвечивается тоже. Я уж хотел сказать, раскаленная черная дыра. Так, подожди. Ну а что по планетам? Наверное, в такой отсветке от этой звезды мы не увидим отсюда черную дыру. Да, было бы, конечно, интереснее, если бы она была больше, массивней. И было бы на ней отражение. А это что за сборище? Что это такое за скоб? Астероид? Раскаленные астероиды? Здесь что, свой пояс астероидов? Не понял. Ну-ка, стой. Перелетим, наверное, к первой планете. Я хочу его увидеть. Где этот пояс астероидов? Так, подожди. Давай обратно к черной дыре. Что за засветка? Оу. Подожди. Не-не-не-не-не-не. Мы не будем опускаться в нее. Смотри. Раскаленный астероид. Здесь... Да, здесь действительно какой-то пояс астероидов. Ну-ка, подожди. Давай-ка к самому яркому перелечу. Можно пролететь, наверное, по нему. Как такое возможно? Стой. Можно отправиться к нему. Ого. Это больше похоже сейчас на вырванный зуб. Знаете? Да, действительно, здесь пояс астероидов. Представляешь? Интересно. Ммм. Дай-ка знаешь, что я посмотрю. Так. Орбиты. Мне хочется посмотреть орбиты. Так, ну-ка. Звезда. Черная дыра. Первая планета. Черная дыра. То есть у нас получается, смотрите, значит... Черная дыра, у которой три луны. И между ними, получается, вот по этой орбите, есть свой пояс астероидов. Интересно достаточно. Так, подожди. Раскаленная пустынная Супертерра. Интересные узоры на планете. О, лавовые потоки. Лавовое озеро. Наверное, скорее всего, даже лавовая река какая-то. Посмотри. Это здорово. Ох, какая отсветка. Мне ничего не видно. Действительно, надо улетать отсюда. Так, а где твой компаньон? А, то есть это... Нет. Я думал, это луна? Нет, это планета. Планета Компаньон. Горячая пустынная Терра. 392 градуса. Из-за игры света мы, конечно, не увидим отсюда. А, звезду? Нет, мы ее, конечно, увидим, но не увидим. Конкретно ее на фоне. И планету. Планету Компаньон. Прохладная пустынная аквария. Состав Н2, СО2. Полностью ледяной шар, я тебе скажу. Минус 101 градус. Замерзший... Короче, на поверхности у нас замерзший углекислый газ, я так понимаю. Конечно, симулятор полностью, бывает, не обрабатывает всю информацию. И, бывает, выдает неверные данные. Чисто логически можно представить, что на поверхности планеты находится. Больше похоже на Луну, я тебе скажу. Но только Луна с кольцами. Синяя. Что такое синяя? Это аммиак или что? Хлор? Немного непонятно. Кратеры, как будто, тоже чем-то заполнены. Они, как будто, выглядят немножко выпуклыми. Смотри. Да, поверхность, кстати, тоже треснувшая. Как на Европе. Может быть. Может быть. Под поверхностью находится, кстати, вода. Не факт. Опять же, не факт. Ну что ж, ребята, на этом я, наверное, наше путешествие на сегодня закончу. Помните, друзья, что космос и вселенная бесконечны. И мы только начинаем свое путешествие в нем. Всем пока-пока. Всем пока-пока.